Спасибо большое. Переходим дальше к нашей повестке дня и поговорим о критериях оценки прогноза и выбора терапии. Речь идет о трехдневном глобулиновом тесте при дифференцированном раке щитовидной железы. Пожалуйста. Ну, тут я привел классификацию. Наверное, не надо никому напоминать, что классификация делится на ТНМ, соответственно, от размера опухоли и прорастания соседней органы. Высоко дифференцированный рак щитовидной железы по классификации ТНМ разделяется, отдельно классифицируются люди до 45 лет, и у них только выделяют две стадии в зависимости от поражения отдаленных метастазов или нет. Для 45 лет старше выделяют все-таки 4 градации. Ну, уже неоднократно было доказано, что к высоко дифференцированным данным карциномам относится папиллярная форма, которая встречается наиболее часто, и фолликулярные карциномы, в том числе дертликлеточные. Очень редко нам дают гистологи ответы про редкие неблагоприятные варианты папиллярного рака, но это, к сожалению, надо как-то оценивать. Итак, напомню роль тиреоглобулина, который вырабатывается А и Б клетками нормальных тиреоцитов, а также выделяется клетками папиллярной и фолликулярной карциномы, а следовательно, его присутствие в ТИТРе больше единицы свидетельствует на наличии функционирующей ткани или рецидива заболевания. Определение тиреоглобулина в крови в отдаленный период после тиреоцитектомии помогает выявлять как остаточную, так и рецидивы заболевания, то есть формировать группу для дальнейшего наблюдения и лечения радиоактивным йодом. Традиционная тактика ведения больных раком щитовидной железы предполагает, конечно же, после тиреоцитектомии отмену тиреоксина за 4 недели до исследования с одновременным определением тиреотропного гормона и его адекватным уровнем отмены является более 30 единиц с последующим проведением сцентографией всего тела или лечением. Однако такой длительный период отмены вызывает многие симптомы гипотириоза и в связи с тем, что физиология тиреоглобулина показала, что его уровень, то есть период полураспада составляет от 6 до 96 часов, то есть в среднем 65 часов или трое суток. А так как известно, что необходимо, чтобы он распался 7-10 раз, то возможно определение более раннего тиреоглобулина в среднем от 14 до 25 дней. Таким образом, у большинства больных возможно определение уровня тиреоглобулина с предсказательной целью уже через 3 недели, что и было показано в одной из работ ЛИМа. Поэтому целью нашего исследования явилось выявить связь между уровнем тиреоглобулина через 3 недели после экстерпации органа с клинико-морфологическими особенностями в качестве возможного раннего критерия оценки прогноза заболевания и выбора последующей терапии. Нами было обследовано 98 пациентов. Большинство, конечно, это были женщины. Средний возраст их был 46 лет. Размер опухоли был около 20 мм в среднем. У 25 пациентов операция была выполнена повторно или в связи с рецидивом заболевания после гематериоэтиктомии или в связи с поражением региональных лимфоузлов. В 8 случаях данных за рецидив в оставшейся доле выявлено не было. Я разделил группы на 4 подкласса, чтобы в зависимости от стадии заболевания. И как мы видим, если уровень тиреоглобулина до операции существенно не отличался по средним значениям в зависимости от стадии, то через 3 недели этот уровень существенно нарастал в зависимости от минимальной и по мере нарастания. Особенно существенные различия были между 1-3 и 1-4 стадиями. Графически это было представлено в следующем виде. Даже до операции происходило... Точнее, уровень тиреоглобулина до операции был наиболее низким при 1 стадии. И максимальные цифры мы получали при 4-й. Через 3 недели после операции в 1-й и 2-й группах он практически нормализовался. В то время как в 3-й и 4-й он оставался иногда очень значительным. Если укропнить группы, то есть сложить 1-ю и 2-ю группу и определить как низкий, то также видно различия. В то время как по уровню тиреотропного гормона, как до, так и после операции, различия в ней были представлены. На данном слайде представлено, как часто мы видим уровень тиреоглобулина через 3 недели больше 2-х. И видно, что при минимальном практически не встречался. При местном распространенном опухоле он встречался в 16%. При распространенном он достигал 40%. И при пентастатическом – больше 60%. При этом, если сделать градацию более 1%, то проценты мало чем изменились. Таким образом, уровень тиреоглобулина не зависит от клиника морфологических особенностей опухоли. Уровень тиреоглобулина к 3-й неделе после экстерпации значительно выше в группах с более неблагоприятным прогнозом заболевания или высоким риском рецидива. И определение содержания тиреоглобулина в крови через 3 недели после радикальной операции по поводу высокодифференцированного рака щитовидной железы может использоваться как один из ранних критериев для решения вопроса о необходимости последующего лечения радиоактивным йодом. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.